Здравствуйте! 29 сентября сегодня. Маленький городок, даунтаун маленького городка. И как видите, даунтауны могут быть совсем без высотных домов. И Америка отличается от, например, России, что люди любят жить в малюсеньких местах. Не в больших центральных городах. А почему? Потому что здесь все есть. Наших как-то расы, то есть, если ты в деревне, в селе или в поселке городского типа родился, и там живешь, то ты пропал. А вот здесь нет, конечно. Во-первых, у каждого машины. Вообще Америка, американцы живут по возможности в Сабербах, да, но в пригородах и в маленьких городах. Деревень здесь как таковых нет. Вообще в Америке нет деревни как таковой, да, но просто таун, маленький город называется. Таун-сити, это, ну, считается так, побольше город, а таун, это небольшой город. Типа вот этого, видите, такой. Какой-то он такой тесный здесь такой. Школьный автобус пошел желтый. Ну, так, про что я? Про то, что говорю, все есть. На машинах же вся Америка, все на машинах, поэтому съездить в соседний большой, областной, если вот брать по-русски, областной соседний город, не проблема, потому что разогнался и пошел. Дороги везде хорошие, поэтому, ну, народ любит жить в маленьких городах по возможности. В больших мегаполисах типа Нью-Йорка работают, есть люди, живут всю жизнь, да, но чаще всего работают, а приезжают потом, особенно на пенсии, все съезжаются в другие штаты, более южные, там, как Флорида, да, и в маленькие города, потому что не хотят застревать в транспорте. Ну, большой город есть большой город, много там проблем, суеты, шума и прочее. Я встречала много нью-йоркцев здесь, и молодых, и постарше. Я говорю, ну, что ж вы там так живете? Они говорят, ну, то есть, если не хотите, они говорят, ну, из-за работы, надо же, говорит, работать. То есть, зарплату больше и применение своим силам найдешь, в любом случае, в большом городе. Вот. А жить, конечно, предпочитают в таких местах. Да, и мне говорили, что как только я вот то-то, то-то там, ну, к чему люди стремятся? Кто-то набрать денег, купить дом в любом месте, такой-сякой, какой он хочет, да, по своим там доходам. Кто к пенсии делал, кто муж к пенсии, у кого дети там растут, кто как, кто как. Говорят, как только вот я то-то, то-то, так я сразу уеду из большого мегаполиса. Не любят большие города американцы, это точно. Это у нас все стремятся, у них нет. Так, а это у нас здесь лодочки всякие, очень красиво здесь. Сейчас мы туда выйдем. Вегон. Ханни. Ханни, сэй, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, русские люди, сэй. Русские люди? Yes. Здравствуйте, украинские люди, сэй. Украинские люди, здравствуйте. Здравствуйте, украинские. Украинские, украинские. Здравствуйте, украинские. Украинские люди. Здравствуйте, украинские люди. 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 Здравствуйте. Русские люди! Русский язык. Здравствуйте. Здравствуйте Здравствуйте Русскоязычные Язычные Язычные Не позорь меня Язычные Язычные Коррект Язычные Вышли Ветрено сегодня Сентябрь, конец сентября Ну А, Дислейк Хотел, да? Ханечка Город Донедин Было написано Но мы не знаем точно Люди переходят из одного города в другой моментально Поэтому Едешь в Донедин, а приедешь В другой Вот Красиво Красиво Ех, отел Ну, не отел, а этот Подздаваемые Да, отель, отель Сдаваемые Вот эти, вот эти Комната Не комната, номера Ой, как же Как ярко светит И жарко печет Солнце И у нас был дождь Как видите Как ярко светит После бури солнце О, Соля О, Соля Мия Ханьку ведем На расправу куда-нибудь Утопим Если получится Та-дам 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 Вот ярко светит После бури солнца Та-дам 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 Ага Бон аппетит Написано Совсем не по-английски Ресторан Та-дам 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 Так, приперлись мы в ресторан, очень дорогой, все в белом, такие учтивые, такие эти, ну как в России, слушайте, белые скатерти, а вы говорили, что нету, в Америке есть, но очень мало, это моя Маргарита, смотрите, какую красивую принесли, Азан заказал пиво, здесь скэн делаешь, и тебе меню показывается в телефоне, подносишь телефон, да, там раз, сразу высвечивается кнопка, нажимаешь кнопку, и меню показывается сразу, вилки-ложки, так, ну, и нам сейчас роза натуральная, Real roses, реальная роза, real roses, так, там тетеньки кушают, дяденьки кушают, бабушки кушают, там барная стойка, это уже на улице, на свежем воздухе, you could sit outside, baby, you could sit outside. Ну, эти, в такой красивой белой одежде, эти официанты, официанты выглядят хорошо, очень вежливые, сто раз подошли, уже три человека подходили, три человека, короче, работников больше, чем еды, но, в общем, high-class ресторан dishes, и там, сейчас скажу, менюш в телефоне, не могу показать, вокруг ходит, ну, это прямо dishes, dishes и блюда, блюда стоят dishes, множественное число, dishes, блюда, да, dishes, dishes, это блюда, блюда, стоят, значит, от 9 долларов закуска до 40, там самое дорогое блюдо я видела, а так 16, 19, 22, все такое, husband хотел лобстера заказать, говорю, не надо в этом ресторане лобстера заказывать, потому что не надо лобстера заказывать, потому что цена будет очень бешеная, к чему? Мы этих лобстеров и так лопаем, то крабы, то раки, там столики, да, видите, на этой террасе, ну, не на террасе, на этом пире, пир, это пир, пирс, пир, на этом пире, вот там столики и там вот, то ли, да, если бы не было дождя, они там, наверное, тоже обслуживают, красиво здесь, хорошо, вот, а вот этот дядя, который вот там вот наливает в маске, он представился, Александр, как бы он не русский был, я смотрю, ну, говорит, хорошо, ну, правда, заученная фраза, когда в ресторане они говорят, они их выработали произносить, так еще черт поймешь, если бы с ним поговорить по, про, я там знаю, про футбол, может он бы это самое, пенсионеры, в такие же рестораны у нас ходят пенсионеры, понимаете, да, потому что они деньги имеют, у них время есть, и это самое, молодежь ходит в другие места, подешевле, и пошумнее, и не вы черные такие. Хасбан говорит, сними маску с уха, у меня на ухе висела маска, он говорит, сними маску, в таком красивом ресторане сидим, давай маски снимем, с ушей, вот, вот этот вот мне напоминает русского Александра и Богу, Александр, вообще, ну, может быть, кто-то из поляков, из этих, из Восточной Европы, ну, Александр, в Америке не встречала имя Александра, Александра, этот, американца, ну, ни разу, может и есть, скорее всего. Значит, это, слушайте, а Маргарита так себе, очень кислючая, не очень, так, нам принесли бесплатно хлеб с этим, с маслом, спросила она, будете хлеб, будете, мы говорим, будем, я думала, она принесет целую кошелку, но, honey, how much bread she brought, you see? Very little, you understand? Yeah, honey? Я говорю, ты видишь, сколько она тебе принесла bread, да? Bread? Right? No, it's okay, it's working now, it's working. It's working. Good, you can't. Alright. Don't show me. Mm-hmm. Don't show me. лукинки пошли в туалет помоем руки сейчас сейчас и туалет будет таким же дорогим как ресторан ну видите он вроде простой но из-за белых скатерти из-за белых фартуков у них туалет с розами живья розы место небольшое это вот это для инвалидов для детей привязка отворачиваешь полинаешь так себе так себе а куда-то нас тут водили не поняла куда нас водили не сюда а сюда сюда красивое место приятное на воде и цены так нормальные ничего я думала что-то будет покрепче потому что очень блюдо рассказываем значит здесь этот красная рыба это самым кейкс и салат салмановый кейк этот из красной рыбы тортик этот это красная рыба с чем-то там под низом и сизор салат все приятного аппетита это экстра дрессинг блучь из хазбан сказал тюна а ну-ну-ну-надъет он заплатит закрыли нам этот не пойму все автоматически раз и закрыли все окна солнце начало печь смотрите здесь крем яблочное колосло яблоко потертая вместе с чем там она потертая но там что-то кроме яблока мне кажется немножко капусты немножко с яблоком потертая наверно со сметаной и сверху рыба и сверху копченый саммон и лучок а внизу печи печененка такая кругленькая крекер очень вкусный слушайте как хорошо и полито такими всякими соусы ой как вкусно вообще прелесть такой простой рецепт на класс такие вот старые люди у нас лопают в ресторанах вообще этот город я смотрю пенсионерские полно пенсионеров и вот там сидят за стеклянной перегородочка перхот очки и тут те уже поели окей даже гости и те улыбаются то есть посидят thank you very much даже гости и те улыбаются даже гости и те улыбаются let's go to see around a little bit 546 husband время не позволяет здесь баловаться hi no no we just came from the restaurant thank you ah ok yeah no because windy ok this restaurant бабушка встретила говорит вам столик нужен мы говорим нет мы только со столиком она говорит на пир не можете пройти очень ветрено и дождь закрыт этот пир но там со столиком это часть ресторана я поняла пир а этот сам с собой смотрите на него он конечно сам с собой разговаривает машут руками он конечно не поймет что этот ресторан не пойдет но красота какая красиво ветрено только очень прямо аньюжел как но у них всегда у них во флориде всегда сентябрь и август и так ветрено и дождит ну дождит это хорошо зелень будет свежая красивая вот лишь бы ураганов не было они бывают бывают но люди знают кто ураган эти владельцы лодок они уезжают о бора фри такси но этот такси водяное здесь работает ой хочется на такси лет годных ставим фри такси фри написано фри бесплатно где там же бесплатно в общем у меня там не слышно на кодов на ансампе видеть я решила в этом пир у двух человек пир вот кому что-то один человек кто знает вон тот этот пир там где мы сидели вот там вот там вот он говорит ты хочешь туда пойти только вот на этот не разрешено потерять и как трясут там это качается говорит вот на этот разрешено не закрыто видели и здесь не закрыто да фаней викингол но тут более низкий такой легкий он можем вот так вот мотает а вот там вот мы сидели за окном и за этим да вот здесь вот за темненьким так что я отдала камеру там фазбанту если там вы поняли про что речь на этом вот здесь на этом нам и штамм отсидели да вот там а вот на этом мосту где мы сейчас для женщина целовались ну то есть эти лезвиянки он говорит тебе не видно если там за перегородкой они говорят целуются я говорю ну ка бери камеру короткий сюжет короче говоря там целуются две тетеньки ну вот хорошая жизнь в америке детки приезжайте будете целоваться друг с другом вот хорошо отчего приехала там бабы здесь здесь же всех собирают померут этих несчастных я думаю они не счастливы но им слушайте если не разрешено правда ничего оставят ли ничего не завещать ты можешь но все равно если это не семья там очень много этих всяких этих самых дел ну вы представляете если не семья то еще в наследство попробуй войди да ну вот так то есть бывает очень много этих подводных всяких камней в этом отношении ну и в россии тоже да так вот они хотят же создавать семьи чтобы это было законно чтобы дома ду 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 чтобы вместе это таксы вместе платить как семья а там дешевле будет что-то а там то а там выгоднее ну понимаете поэтому они борются за свои права если хотят жениться но вы знаете что я что-то женившихся не очень я их продамала вообще видела вот чё я говорю что не видела женившихся ну или замуж как это женившихся или замуж выйдевших друг за друга но мне кажется в основном они живут меняются среди мужчин да среди женщин а среди женщин мы как-то дом хотели купить одна парочка продавала но кто-то говорит это которая была эйджин но эйджин это агент продающая дом you like here map а вот она ага марина аквариум аквариум у них есть еще можно сходить это карта map map вот так дом продавали две бабы но такие уже тогда я была гораздо моложе ну там мне там было этом за лет сорок шесть а им так это было как мне сейчас лет пятьсот восемь так пятьдесят семь они такие некрасивые серые такие ну мало того что полноватые еще и американские девочки да понимаете вот этот стиль слышите вот эта библиотека видите вот этот вот избушка на курьих ножках там книжечки вы открываете берете книжечку читаете кладете назад или забираете ничего страшного нет но если свои есть книжечки людям положить читать положите книжечки читать поняли но сейчас кто это читает если у есть у всех телефона но тем не менее так это у нас бы уже туда накакали вот мне вот точно говорю вот такое открытое место вот уже туда даже из-за того что высоко все равно подставили стул туда бы накапкали честное слово мне кажется так разбили бы пацаны вечером здесь как-то дети вот не ломают вот поразительно да в этом в америке так и все в канаде про детей полома ломающих вот не забыть бы рассказать историю а я что-то говорю а ну вот эти вот две женщины до дом продавали и ехать гол хир они тухать ой после ливня такая жара двадцать девятый сентября жарота страшные люди хани какие старый туда такой этот старая старая номер один шестьдесятые ехать клейку или как на бич куда угодно хорошая женщина американская по пошире чем этот микроавтобус ой на и сага забезали транспорт говорит самый хороший транспорт good better the best да три формы хороший очень хороший наилучший the best артики best нет я наверно никак не расскажу мне еще маска да если такая жараха не логу может расскажу после с машины а такие мачтовые красивые корабли а вот там яхта жда дальше ой дальше яхты хорошие ой хорошие миллионные ну и может не миллионные ну ну триста тысяч стоит те которые получше вот ой сетка сетка this for crops right honey нет нет for crops смотрите на крабов лов ловли туда кладут курицы они прямых магазине покупают кур прямо кучами они покупают их штук десять кур сырых по моему до сырых а фишинг маркет это рыбная ловли магазин вот здесь я знаю но здесь не знаю а знаю что покупают супермаркете же это кур целых прям целую сырую только не одну прямо по 10 покупают ну может для такой даже 10 там их надо не знаю большая сетка или может несколько сеток просто и раскладывать эти сетки на дно опускают около своего дома ну где там он ловит на дно канала или моря или что там залива и значит этих крабы туда носить курицам приплывают за 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 заходят туда и жрут это все я когда смотрю в тележке 10 кур меня аж сырых меня аж это самое думаю чтобы ты бы жил здоров поймать там пару крабов отвалить такие деньги ну не то что такие деньги но все равно как-то мне не знаю короче есть советского союза 10 сырых больших кур вот могли бы накормить в африке 15 семей да про африку вспомнила слышите не про свою страну а про африку поняли вот африка ближе мне да уже свой африканец так поехали место боже как жарко какая жара конец сентября уж под 30 градусов жары уже 6 часов вечера представляете такая жару то поехали парк написано вон какой-то не были мы здесь никогда мышь по флориде где попадаем по по работе хаспорт или были просто так или по делам я но все короче ой как ты как-то едешь но мы все время лазим что-то посмотреть новое вот но то то времени на это не очень есть времени не бывает но все равно стараемся еще чё-то где-то не были хотя бы просто зайти глянуть не обязательно там рестораны идти бог с ними но зайти глянуть так ресторан сколько стоит 66 доллара секс и синг-доллар сипа играй куба завести сервис сервис хара уже завести 75 вместе с типом ну вот вам белые скатерти да девочки он но ничего побыли в ресторане мы последнее время уже полгода нигде почти не были но были там есть у меня видео но очень мало внутри это как-то попали но не много людей было хорошо красивый чистый ресторан такой классный вообще еще маленькая такой ничего там особенно вот на русский манер это ничего особенного так но я видел что он расписывался за 66 электронная машинка у нее она подходит он в электронную машинку показывал свою карту ну чип так-то раз она сканировала и смотрю 66 он расписался то он не помнит 66 стоило а 50 чем-то там еда и тип все время штипу нас даются да в америке обязательный тип вообще вот кто приезжает просто не удивляйтесь он у них зарплата не 10 долларов в час как обыкновенная у уборщицы во флориде например а у нее пять долларов в час у официантки имеется ввиду что и обязательно типы даются большой маленький это ваше дело и меньше десяти процентов никто не дают так таковы ну какие-то негласные такие правила да это мы с вами говорили раньше проехали значит теперь мы про что про окончишь рассказ про этих теток значит тетки две продавали дом шикарный дом большой очень удивительной конструкции очень необычный круглый как шайба и когда заходишь похоже как ты зашел в круглый бар но круглый танцпол или как его night club ночной клуб что-то в этом роде вот как ты зашел похоже там ну так интересно мы все время смотрели как же мы будем ставить мебель если стены круглые но тем не менее мы даже вам два раза его смотрели на то живут как-то так и вот здесь во флориде когда покупали и вот это заехали ну и так потом уже с этого агентши они конечно поначалу такое не говорят кто там на лесбиян кто какой там он плохо ориентированный или очень хорошо ориентированный а потом поскольку уже второй раз там третий раз с ними так уже типа как-то что-то там она 1 или он там раз я уже не помню кто но он говорит что ну якобы это вот 2 лесбиянки женщины живут ну а у меня шла но и так это в америке не скажут что о нет это вы не будем покупать ну отличительная их черта они они все внутри они никогда наружу ничего не будут говорить а казалось бы агент это твой агент вот кому кому но это ты ему должна сказать да всю правду чтобы он больше не спрашивал тем не менее нет вот они так вот это отличительная черта американцев русские я просто сказала ой нет поскольку вот так как-то мне не очень это был во первых соседи знали да кто жил мне как-то не очень хочется и приправе сказала ну добродушно и так вот но он вообще он вообще никогда не скажет момент не только он они такие все они тут как все в одном классе учились школе такие же они все это менталитет такой у них у всех ну да так им про что про да и носит а а потом он кажется агент эта женщина была не помню же а потом агент говорит то это видите как это придумывают частенько придумают как вы знаете здесь или просто соседи придумывает или кто-то значит но люди кто видят эту пару да вместе живущую просто так придумывают потому что часто люди пожилые пожилые или молодые ну или не вышедшая замуж когда-то может быть они 30 лет пятилетние были когда они сошлись кто и знает но просто или просто не не хотящие или немогущие или мало ли чего вот но судя по тому какие они были внешне конечно так это за ними бежать жениться на них бежать не будут понимаете так это вот но очень простые серого цвета в промо волосы такие надет надежда константиновна крупская одна только не тогда когда на присмарте уже была а что сидит за столом волосы вот так все время у него волосы падали на лицо но а в салопе ходила до такой чтобы не мулила такая у нее этот салоп но такие выточки на этом такая кокетка на груди такая с выточками чтобы было широкое такое от груди пошло широко чтобы не мулила и можно под него надеть спальную рубашку под этот салоп и ходить всю жизнь и все весь день а потом снимаешь салопу спальню рубашки спать ну так но так и и вторая такая же вот две надежды константиновны крупские крупские представляете вот такие ну а агент говорит что то это обычно как-то горит придумывают стереотипы значит на ну такой существует что придумать ага насчет тебя баба живут значит лесбиянки это не обязательно надо просто люди сходятся и живут но они тоже вот эти люди которые просто вместе одного пола они тоже вот боролись за эти права чтобы им разрешили жениться оформлять ты 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 покупать на два имени дом понимаете вот вот те же самые законы которые существуют для американской семьи мужа и жены мужчина и женщина имеется ввиду чтобы они на них действовали поэтому ну вот так вот а я вспомнила в россии у меня была мамка покупала квартиру у значит директор школ зауч школы или директор нет директор она лежала неподвижно заучили директор школы женщина совершенно точно похоже на надежду константиновну крупская опять же таки и вторая просто красавица ну просто симпатичная баба меры нет учительница но поскольку на учительница у нас же у учителей 90 запятая 99 нет 90 запятая ноль процентов не замужем да и только 10 но она это и они как-то сошлись в одной школе работали и они сошлись и это и вот та которая красивая так это ну вообще не подходило и даже в подруге не то что жить вместе такая она была яркая и такая модная это и вот они я не очень долго жили то есть они купили квартиру и продали квартиру от мамки вместе и купили новую квартиру вместе и и и там и потом я уже их помню лет десять позже там или 15 позже что они уже на пенсии очень знают там они работали или нет когда им было там лет 65 но они так продолжали жить вдвоем вот а я их помню там ей было лет 35 этой которая красивая она ездила по курортам и все никак не могла на их найти меня мамка еще участвовала в ее как-то суши ну вы просто интересная красавица нет она учителя знаете такая строгая принципиальная голос такой поставлен а вот и когда мы я помню еще когда мы их оформляли квартиру так эти очереди эти вот люди эти бескультурные эти клерки бескультурная закройте дверь женщина знаете вот открываю что-то спросить узнай ну раньше было сейчас конечно не так в этих учреждениях и я помню что она все время говорила когда кто-то говорил женщина закройте дверь это секретутка там в это в продажном в этом ну как он назывался но где квартиры оформляют продают как он там это когда если не было это единое окно или как она на тогда еще не было этого но не важно там не важно там нотариус эти все туда-сюда ты на все время говорила боже мой мне хочется только лишь спросить кто ваш учитель вот то есть она хочет у той секретутки которая стала женщина закройте дверь вы видите я разговариваю не у только один вопрос хочется узнать кто ее учил тут то есть кто был ее учителем то есть но не просто назови это же не деревня чтобы знать учителя но просто она должна была имела ввиду что учитель плохой был по жизни слышите как будто он один у нас этот учитель ну я помню еще так думаю ой ну такая она принципиальная ну и конечно с таким принципиальным таким характером кто тебя учил конечно ой ванифация не найдешь нужно на не банифация кто-то получше а вокруг бегают банифации или вообще никто не бегает знаете по россии мужика не хватает вот да еще этого этот возраст который уже в россии считается не очень хороший то то есть после 40 вообще плохой а 35 там и было что я уже не хорошей возраст вот интересно так про что я а ну да ну и вот агент американский за американок говорит что это часто просто стереотип в америке что говорят ой там живут это они могут просто жить и я это вполне допускаю и это сама просто люди сходятся но вместе же лучше да если у вас были когда-то хорошие очень подруги вы меня поймете что намного лучше с ней жить чем это я особенно если когда есть экспириансы экспирианс опыт если есть экспирианс выхода замуж и и менее и менее и менее и менее ненавистного мужа то часто вспоминаешь подругу там я там знаю эту самую лилию и думаешь думаешь ой я вот это вот с лилькой мы жила бы очень лучше бы вдвоем вот вели бы хозяйство и экономили что-то и туда-сюда и ходили вместе куда-то и в театре ездили потому что тоже лилька твоего образования и твоего этого твоих интересов и прочее вот так что в америке есть еще эти семьи якобы и они горят и и требуют я это слышала то есть они вот выходили на протесты тогда за признание их прав вот этих меньшинства сексуальных якобы вот они выходили они это требовали они присоединялись поэтому там в этих протестах не и сто процентов тех кто именно в сексуальном отношении значит живет друг другом и спит с друг другом так как скажут а с однополым вот